25 лет назад слэдж-хоккей официально включен в программу паралимпийских игр. Этот вид по праву считается одним из самых зрелищных. Игра скоростная, требует огромной физической силы и силы духа. Ведь играют спортсмены с нарушением двигательной функции нижней части тела. Денис Ермошкин Не скрою, мне очень бы хотелось сверзать жизнь со спортом в дальнейшем. Ну, как судьба повернет, будем смотреть. Мама поддерживает стремление сына. Где надо, подбодрит. На тренировке все дети приезжают с родителями. Пропускать нельзя. Дисциплина. Я всегда старалась своему ребенку внушить, что надо пробовать все, найти себя обязательно в этой жизни. И я, конечно, советую мамам, у кого детки с ограниченными возможностями, обязательно, обязательно пробовать детей в спорте. Талант вратаря в юноше разглядел тренер Вадим Селюкин, заслуженный мастер спорта, серебряный призер паралимпийских игр в Сочи. Вадим хоккеем на санях увлекся 10 лет назад. Между сборами познакомился с ребятами из команды «Унка» и остался. Не каждый игрок здесь попадет. Точнее, не каждого возьмут они во взрослую команду. Берут, прежде всего, перспективную. А спортсмен, что он виноват, что он, допустим, тяжелее других со льда встает или еще что-то, что он дома должен сидеть. А здесь у нас тренируются все. Но они хотят все играть. У всех у них, что их объединяет. Они все любят этот вид спорта. И все горят глаза у них. Это, конечно, придает силы мне, как тренеру. В команду «Унка» спортсмены приглашают ребят в возрасте от 11 до 15 лет. В ноябре сборная отметит второй день рождения. В честь этого события к ним в гости на дружеский турнир приедут ребята из следж-хоккейных команд «Аврора», «Крылья Советов» и «Снегири». Спортсмены «Унки» уверены – на ледовой арене будет жарко.